Здравствуйте! Это программа «Право на маму». Очень многие приемные родители ищут малышей. И сегодня я расскажу о Матвейке, которому всего лишь полгода. Матвей почти все время проводит один, лежа в кроватке. Как говорят сотрудники дома ребенка, сейчас он в основном спит и кушает. На руки его берут, только чтобы покормить, поменять памперс или дать лекарства. А ведь у малыша сейчас самый познавательный возраст – 7 месяцев. Он достаточно спокойный. Плакать начинает только тогда, когда возникают жизненно важные потребности. Это вот кушать, пить, ну и, соответственно, поменять подгузник. Все остальное время он спит и ест. То есть, ну, как вы сегодня же видели, как бы на звук погремушки он затихает. Да, Матвейка познает мир, лежа в своей кроватке. Что уж он там видит, вот в таком положении, не знаю. Но то, что наш оператор Коля его заинтересовал, это точно. Да плак достали. А еще? Давай еще посмотрим. Ой, так, штаны раз. А еще там, ты не видишь, у него ботинки, как кроссовки, со шнурками. У тебя тоже такие будут, попозже немножко. А еще, лично меня Матвейка очень крепко схватил за палец. Давай палец мой возьмешь. Ой, молодец. Ой, какой молодец, как сжимает-то. Ой, ладушки, ладушки, да. Но, конечно, больше всего на свете Матвею нравится, когда его берут на ручки. Да, поговори с нами, поговори. Поговори с нами, Матвей, поговори немножко. Да, погули. Да, как Матвей гулит у нас? Как Матвей гулит? Ну, может быть, улыбнешься нам сегодня? Нет? Не хочешь? Да, вот так вот, да. Матвей, правда, очень старался. И на животе полежал, и погремушку послушал, и голову поднял, и лежа на спине внимательно следил за всем, что происходит вокруг. Но самое главное, знаете что? Когда Наталья Алексеевна после получаса игр и ношения на ручках положила Матвейку снова в кроватку, он расстроился. Так по-настоящему, по-детски искренне скуксился и даже начал плакать. Конечно, ведь на ручках лучше, теплее и интереснее, чем просто в кроватке. Я пообещала Матвейке, что поищу ему маму. Мы тебе маму поищем, ладно, солнышко? Да, давай мы маму тебе поищем, чтобы была. Ведь мама – это так важно. Важно в любом возрасте. Но вот в таком, когда ты еще совсем без помощи, но полностью зависишь от взрослого, без мамы совсем невыносимо. Он мог бы стать для мамы шестикрылым ангелом высшего чина. Но даже в его имени Серафим допущена ошибка. И зовут его теперь Си-Рафим. И живет он в доме ребенка один. Здравствуйте. Посмотри. Это наш Серафим. Посмотри, кого ты увидел. Сейчас Серафим со своим любимым человеком – педагогом-дефектологом Любовью Михайловной. Она искренне любит малыша и верит в него. И радуется каждому его новому успеху. У него уже сформирован указательный жест. Это считается нормой. Молодец какой. А еще что Серафим умеет делать? Он показал вам. Игрушечка играет. Вот. С вами играет. Всех поприветствовал. Очень доброжелательный. Смотри, у тебя микрофон, у меня микрофон. А? Серафим. Привет. Вот он любит общество у нас. Он один не любит находиться. Но если ситуация, когда он один играет и рядом взрослый, он игрушками интересуется. То есть у него сформирован уже хороший познавательный интерес к игрушкам, ну, соответственно, возрасту. Серафим умеет ходить с поддержкой. И мы попросили Любовь Михайловну показать, как у малыша это получается. Хороший мальчик. Он сидит самостоятельно. Ну, мы его присаживаем. Он учится садиться самостоятельно. Встает самостоятельно. Ходит с поддержкой. Самостоятельно. Вот наши туфельки. Мы приучаем ходить. То есть все постепенно. Любознательный, познавательный интерес у него хороший. Но Серафим решил по-другому. Идем, идем, идем. Идем, идем. Вперед, вперед, вперед. Так. Давай, туп. 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 Ты волнуешься? Серафим и правда немного разволновался. А Любовь Михайловне так хотелось показать все, что умеет ее любимиц. Где наши ходунки? Вот наши ходунки. Вот наши помощники. Помощники. Давай. Сажимся. Давай, давай, давай. Я чувствую, что он все-таки волнуется. Волнение Серафима, конечно, никуда не ушло. Но к нему присоединился еще и интерес. И малыш даже начал позировать нам. Вперед. Назад. Покачались. На ножке сейчас вот более уверенно встает, чем когда я его держала с поддержкой. Видите, как крепко держится? Это защитная, хорошая реакция у малышей. Убираем? Да, убирайте. Молодец. Какие нас игрушечки-то интересуют? Нам сейчас самое интересное – это наши гости. Игрушечки мы видим каждый день, да? И вот в этом весь Серафим. Настоящий, внимательный, настойчивый и готовый к сотрудничеству с теми, кого любит. Обратите внимание, что все-таки у него правая рука работает, еще не сформированная межполушарная деятельность. Поэтому хорошо работает обе руки. То есть микрофон он брал в левую руку? Да. А здесь вот сейчас правую ручку мы заставляем поработать. Бери, 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 бери. Давай. Вытащим. Что там такое? Всем покажем, что там за игрушечка. Захватывай, захватывай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Посмотрите, мы справились с заданием. Совсем освоившись с нами, Серафим начал нам строить глазки. Против такой красоты я не смогла устоять. Пойдешь ко мне? Конечно, конечно. Пойдешь? Можно я тебя сядь на ручки? Можно? Идет, 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 да. Идешь? Ну, видно, что он, кстати, хорошо понимает, но чужой понимает. Вы посмотрите, он вас трогает. Да? Да, хочет подать, да. Ладошкой прям хочет. Да, он как бы прям внимает. А, внимает, да. Рассмотреть хочешь? Вот, смотри. Да, где же, что же, вас разглядеть. Нет, ну такой хороший парень-то ты, а? Хороший, хороший, да. Чужой. Настоящий мужчина растет, да, будущий тяжеленький. Улыбается, нравится. Мы с малышом пообщались совсем немного, потому что пришло время его дневного сна. Но Серафим не просто попрощался с нами. Мама. Может быть, он понял, почему мы его снимали и так старался показать нам все, что умеет, и строил глазки, и все время улыбался. Мама, может быть, ты сейчас смотришь этот сюжет? В некоторых вещах я человек суеверный. Например, я искренне верю, что если сделаю совместную фотографию с ребенком, то семья обязательно найдется. И сегодня мне очень хочется верить, что Серафим не просто так во время съемок сказал мама. Мне хочется верить, что мама обязательно найдется. Это была программа «Право на маму». До встречи на телеканале «Самара Гиз». Программа создана при поддержке благотворительного фонда «Евита». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова